Пассажирский лифт больше не считается опасным объектом. Это фактически признал новый регламент. Он лишил Ростехнадзор права наблюдать за состоянием такой техники и запрещать эксплуатацию, если она неисправна. Теперь следить за безопасностью лифта должны сами собственники. Подробнее Елена Киева. Городские лифты остались без контроля. Ранее за их безопасностью следил Ростехнадзор. Но с 15 марта ведомства лишили таких полномочий. Все дело в новом техническом регламенте. Теперь лифты исключены из списка опасных производственных объектов. Теперь за них отвечают сами собственники. Правильно все, жильцы должны сами соблюдать. То есть нас это не пугает? Нет. Это в интересах жильцов. Это в интересах жильцов, чтобы лифт был безопасный, поэтому следить получше будет. Так на нововведение отреагировали жильцы первых этажей. А вот обитатели верхних в прошлом году на ремонт лифта на Ломоносова 104 потратили 35 тысяч рублей. Так как работает он с перебоями. Он работает-то ничего. Одно время вот было это, как заедал, наверное, между четвертым и пятым этажом. Но я вызывала после того. Значит, он вроде получше стал работать. На данный момент в Северодвинске менее 600 лифтов и три обслуживающих их компании. Срок эксплуатации 25 лет. Комментировать ситуацию сегодня не согласилась ни одна из жилищных организаций Северодвинска. Руководители ссылаются на то, что новых документов пока нет. Сейчас все так зыбко, непонятно, который может поменяться. Ну, значит, опять же, все по сторонам будет. Какой-то сейчас тайм-аут, мне кажется. Должны знать государственные органы для контроля. Опять же, установить установку научилась лифта. Теперь за свои деньги каждый год жильцы должны заказывать независимую экспертизу. Впрочем, ее результаты носят исключительно рекомендательный характер. Так что устранять неисправность в лифте теперь не обязательно. Зато нужно страховать ответственность. Сумма все по тому же новому техническому регламенту выросла с 500 рублей до 5000 в год. Елена Киева, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.